Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о блендере фирмы Philips серия алюминиум модель Philips HR2094. Я давно искал эту модель. Срок ее эксплуатации уже более трех лет. Я очень доволен. Ни на что другое менять не собираюсь. Одним словом, этот аппарат просто совершенен. Вот это в данном случае привод. Это корпус привода. Привод достаточно мощный. Мощность этого устройства 750 Вт. Он работает в низких режимах. Вот тут написано слева направо смуч, аэс и пульс. А сверху идет шкала. Вы можете здесь отрегулировать сами, как вы хотите. Когда стакан с рабочими органами просто стоит на приводе и он не повернут, то есть он жестко не закреплен, разомкнута цепь безопасности. И аппарат этот не работает. Сейчас я его включу, только мне пришлось освободить одну руку, чтобы не держать камеру. Вот так вот он находится в состоянии готовности. Вот такая вот видите, если можно так сказать, дружественная анимация. Светодиодная подсветка. Причем вот эта вот круговая подсветка, она становится более яркая в зависимости от того, чем больше вы... чем больше частота оборотов этого блендера. Сейчас я его выключу. Вот так он выключен полностью. То есть он подключен к сети, но выключен. Вот так вот он включается. Чтобы показать, как он работает, я налью в него немножко водички и покажу вам в разных режимах. А в конце я приготовлю в нем одно блюдо. Может быть вам это тоже будет интересно. Вот, надеюсь, вам видно, что там некоторое количество жидкости. Значит, вот эта вот в центре стоит сетка. Я ее вымываю. Я вообще за три года ей не пользовался. Но я расскажу о ней. Если вы хотите получить что-то наподобие сока, то вы сюда в центр можете забрасывать там абрикосы, вишни, бескосчик, естественно. Там же находятся и режущие винты, и микроизмельчителя. И через эти стенки вы получите сок. Но я скажу, что я этим не пользуюсь. Да и, по-моему, мои знакомые, которые имеют уже эту модель, так же самое этого не делают. Поэтому эта сетка мной была вставлена специально для этого видео, чтобы вам показать, что такова и имеется. Вот она. Я ее вынимаю. Вы видите, что там небольшое количество воды. Сейчас я вам покажу, как он работает. Значит, вначале включаю его в режимах, которые предусмотрены производителем. Режим Smooch. Вот. Это обычный режим блендера. Повторное нажатие, как видите, выключает этот режим. Режим Ice, то есть лед. Вот таким образом, если вы бросите кубик льда, вам надо будет, вам нужно их с легкостью измельчить. Ну и режим такой совсем коротенький, называется пульс. Это если у вас что-то требует, там буквально очень короткого измельчения. Вот просто нажимаете пальцами, удерживаете там 1-2 секунды. Видите, убрали палец, он сразу же перестал, он сразу же остановился. Видите. Кроме этого, как я вам уже раньше говорил, вот шкала плавного запуска этого блендера. Для чего это сделано? Он работает на очень маленьких оборотах. Вот, например, моя одна сестра, когда я был в командировке, она на нем даже сумела сделать паштет. Вот я вам покажу, как это все работает. Вот так, вот это самые маленькие обороты. Здесь они увеличиваются больше, больше, больше. И вот так доходите до максимума. Ну и выключаете. Вот так вот. Сейчас я разберу его, покажу поподробнее все его органы, и потом будем готовить форшмак, как я обещал. Итак, первое. Вот это вот орган, посредством которого крутящий момент передается на микроизмельчитель. Вот здесь вот вы видите такую вот кнопочку потаенную. Когда вы ставите стакан и делаете небольшой поворот по часовой стрелке до щелчка, включается сама цепь, замыкается цепь безопасности. И с этого момента аппарат уже становится готовым к работе. Сейчас, естественно, включить его не могу, потому что снят стакан. Но если нажать на вот это вот чем-то там зубочисткой или там спичкой, то можно его включить. Надо сказать, что устройство это достаточно массивное. Вот я его переворачиваю. Вот здесь вот видно немножечко элементы двигателя, элементы обмотки возбуждения. И видно вот такие вот четыре присоски. На столешнице вот такого типа, как у меня, он достаточно хорошо присасывается и прочно стоит. И вот, собственно говоря, видно его характеристики. Вот табличка здесь написана, что это блендер, что это его характеристики мотора. И пишется, что сделан он в Китае. Ну, собственно говоря, теперь стакан. Значит, вот, собственно говоря, сам микроизмельчитель. Стакан, как я вам уже говорил, он из стекла. Это очень хорошо, потому что я перед тем, как его купить, очень долго изучал эту тему. Мне сказали, что пластиковые стаканы, они вот где-то здесь внизу со временем дают трещины. Поэтому, если вы будете брать надежную вещь, старайтесь тоже брать стакан, чтобы был стеклянный. Целостность его, чтобы не было там трещин никаких, можно проверить вот таким вот образом. Если вы постучите по нему, он звучит вот так, то, значит, трещин в нем никаких нет. Вот, соответственно, нижняя часть, вот эта коронка такая, она ставится на поверхность и входит в зацепление с частью привода. И таким образом передается развращающий момент. Сейчас мы откручиваем эту гайку большую. Вот она. Вот эта гайка откручивается. Аккуратненько вынимаем ее. Так. Стакан, видите, вот имеет такую вот резьбу. Вот. Мы его отложим в сторону. Я вам покажу, как устроен сам блендер. Вот это вот самая основная его часть. Ну, я имею в виду самый основной рабочий орган этого устройства. Вот он. Это микроизмельчитель. Вот он представляет собой такой вот винт. Видите, вот я его покручу с другой стороной. Винт сделан так, что при вращении создается в измельчаемом субстрате, создается некая турбулентность. И он как бы все время его подтягивает. Все это сделано из нержавеющей стали. Достаточно прочная. Толщина стали примерно 0,8. Ну, я думаю, что я, если ошибусь, то ненамного. Это очень удобно. То есть, вот когда вы что-то сделали, это вы всегда можете снять и тщательно вымыть. Надо быть очень осторожным, потому что вот эти ножи, они достаточно острые. И поэтому будьте, пожалуйста, с ними осторожны. Дальше идет вот такое вот интересное уплотнительное кольцо. Темной резины, но достаточно она при нагрузке гайки на нее, она очень хорошо герметизирует. Мы его вот так вот одеваем. Сюда вот на вот это ребро надеваем. Вот так немножечко руками его утапливаете. Смотрите, не провите его. Ну, оно вообще прочное, но все-таки будьте осторожны, будьте внимательны, потому что эта вещь дорогая. Затем вы берете вот этот стакан. Вот таким вот образом аккуратненько его сюда вставляете. Вот так. Вот. Я не хочу переворачивать, потому что резкость камеры не позволит. Поэтому я вот расстояние удерживаю. Подеваете гайку. Сейчас я... Накручиваете вот эту вот гаечку. Не надо сильно зажимать, но так, чтобы оно слегка было прижато. Вот и все. Вот, собственно говоря, все. И работа готова к работе. Дальше. Есть вот такая вот крышка у него. Крышка, это закрывается герметично, потому что вот, например, если вы будете делать коктейль или еще там какое-то смузи, то жидкость может вылететь, и вы будете сами в этом с головы до ног. Поэтому, чтобы вот этого избежать. Вот такая вот есть крышечка. Вот тут тоже такая вот резиновая, резиновые ребра есть. Они заходят достаточно плотно в стакан и герметизируют его. Сама крышка сделана из пластмассы. И вот эту крышку можно закрывать вот таким вот маленьким стаканчиком из оргстекла. Кстати, этот стакан даже и мерный. Вы не увидите, но здесь вот есть мерные метки до 50 миллилитров. Вот так вот это все закрывается. Так, ну а теперь я вам расскажу немножечко о блюде, которое я буду готовить. Ну, я живу в городе Одесса. Вы знаете, что в Одессе на культуру Одессы, на одесскую популяцию большое влияние оказала еврейская культура, еврейская кухня. Считается, что это блюдо представитель еврейской кухни. Во всяком случае, в Одессе его очень любят. Основу его составляет рыба. Для этого берется сельдь. Блюдо это называется форшмак. Так, я допускаю, что я не очень точно это все готовлю, но более-менее я считаю, что получается неплохо. Я вам покажу ингредиенты, затем заброшу их в блендер, включу блендер, чтобы вы увидели, как он это разбивает. Расскажу там еще пару моментов, и потом покажу вам то, что уже получается. Значит, нам для этого надо 2 яйца вареные. Нам для этого надо примерно 2 луковицы. Ну, может быть, больше, может меньше. Мне вот достаточно двух. Нам обязательно надо кислые яблоки. Я взял семерингу. Вы знаете, тяжело выбирал. Еле нашел кислые. Вот она. Эти 2 целые, я их порежу еще. Ну и вот тут филе сельди, икра сельди. Здесь 3 таких крупных селедки. Я почистил, взял филе. Ну, там, естественно, помыл. Выделил позвоночник. Значит, хочу сразу сказать, если там остаются маленькие косточки, это, в принципе, не страшно, потому что кости это кальций. Блендер эти кости превратит просто, ну, в пыль, можно сказать. Поэтому вы их, когда будете кушать, это уже такой паштет рыбный, вы этого уже не почувствуете. Поэтому вы, главное, забирайте позвоночник, чистите сельдь. Ну, вот сами кости, которые там, вот, как бы, в районах боков идут, вы можете их особенно не удалять. Не надо. Без этого можно обойтись. Все, сейчас я все загружаю в стакан. Потом включу, вы посмотрите, и увидите, как бы, результат. Еще один момент. Значит, смотрите. Когда вы все уже загружаете сюда, то... Вот видите, какая форма стакана? Стакан, как бы, вот, таким вот конусом идет. Модель эта очень хорошая, но стакан бы я поменял. Потому что, вернее, не поменял, а брал бы лучше, наверное, другую модель, во всяком случае, для тех блюд, которые я собираюсь готовить. Для коктейля вы, конечно, это сделаете, и лед разобьете, все это сделаете. Но, когда вот я здесь начинаю измельчать яблоки, лук, рыбу, внизу оно измельчается, а потом вот об эти стенки все начинает упираться, и оно вниз просто не падает. Я беру деревянную ложку и немножечко ее там сверху подталкиваю. Значит, чтобы вы знали, ни в коем случае не вздумайте это делать руками. И даже, наверное, не повторяйте то, что делаю я. Это очень опасно. Эта машина настолько, как говорится, за ней надо смотреть, что травму можно получить очень легко. И будет большая беда. Поэтому еще раз вам говорю, когда вы что-то измельчаете, категорически, лучше остановите его, снимите стакан, отключите, поправьте там чем-то. Лучше всего какой-то деревянной лопаткой. Но ни в коем случае это не делайте руками, потому что это очень-очень опасно. И следите, чтобы ваши дети тоже этого не делали. И тогда, уверяю вас, это устройство вам будет приносить только радость. Я обязательно летом как-нибудь сделаю пару коктейлей, покажу вам, как это делается. Но хочу вас предупредить. Значит, это в первую очередь блендер. То есть микроизмельчитель. Он может сделать паштеты, он может сделать коктейли, он может измельчить вам фрукты, сделать смузи. Но не надейтесь, что он вам сможет все взбивать. Это не для взбивания. Поэтому не думайте, что вы здесь можете взбить яичные белки, там желтки, гоголь-моголь, сделать ничего. Это у вас не получится. С этим будут большие проблемы. Вы можете просто закончить тем, что вы просто перегреете мотор и можете даже его вывести таким образом из строя. Об этом хорошо подумайте. Вы сможете хорошо очень приготовить супчики разные. Например, у меня знакомая, она очень печется о себе и о своей внешности. Она делает супы из капусты брокколи. Отваривает ее немножко в блендере и получается великолепно. То есть вот такие вот тертые супчики великолепно он вам сделает. Вы можете даже мясо, немножко мяса с чем-то, он вам тоже его измельчит очень легко. Коктейли сделает. Сделает вам фруктовое молоко, с клубникой молоко, мороженое. Добавите туда можете коктейль. Смешать там персик, банан. Все это вы можете сделать со льдом. Будет очень вкусно, прекрасно. Но не рассчитывайте, что вы можете что-то взбивать. Это, еще раз подчеркиваю, это не для взбития белков.